Уважаемые подписчики, вы наверняка уже слышали о презентации нового хостинга в России под названием платформа. Это практически точная копия ютуба, поэтому сейчас вновь заговорили о закрытии ютуба на просторах федерации. Уже несколько недель, как заметны разные проблемы хостинга. Ранее прикрывать этот хостинг не хотели из-за того, что Dzener YouTube не отвечает современным тенденциям. И здесь я, пожалуй, соглашусь. А вот новый хостинг платформа мне понравилась, а я там зарегистрировал наш канал, который также называется ГБЦ Ремонт. Поэтому подписывайтесь на наши каналы в Dzener YouTube и, конечно же, в первую очередь на платформе. Традиционно все ссылки на эти хостинги будут в описании под видео. Доброго всем! Сегодня вновь который раз мы встречаемся с очередным чудом в нашей работе. Это всем известная ГБЦ Volkswagen 1.9 насос-форсунка. Грубо говоря, Т5. Хотя сами знаете, что ставятся на многие авто, но перечислять я их не стану. Стандартная проблема этих головок – это разбитые, набитые места в посадочных колодцах форсунок. В данном случае, как видите, мы завтурили эти самые посадочные места и, казалось бы, что еще может быть. Вы видите красную стрелку от маркера и сейчас я объясню, почему она здесь нанесена. После восстановления посадочных мест мы обязательно делаем опрессовку и опрессовываем топливные каналы. Вот эти каналы подачи и возврата топлива. Для этого мы используем выточенные макеты форсунок. Ставим их и давим в воздух. Для чего это делается, спросите вы. А делается это для того, чтобы понять, все ли мы сделали правильно в данном виде ремонта. Нюансов здесь хватает и именно тех, где могут возникнуть какие-то проблемы. На моей памяти за десяток лет, которые мы втулили колодцы форсунок, было всего несколько случаев, когда наблюдались те или иные нюансы. Я об этом всем рассказывал в тематических видео, опубликованных ранее, поэтому повторяться не стану. Это вот очередной случай. При опрессовке топливных каналов, вот из этого отверстия форсунки пошел воздух, которого здесь идти не должно. Опрессовщик уже поменял муляж форсунки, затем заменил резиновое кольцо, но это не помогло. Вытянули головку из опрессовки и что мы увидели. Долго разглядывали, но проблему все же нашли. А увидели мы в самом нижнем диаметре огромные насечки на стенках этого диаметра. Сейчас постараюсь вам показать. Вот они в этом кадре очень хорошо видны. Вот именно из-за этих насечек и травил воздух через резиновое кольцо. Я так понимаю, что клиенты не смогли извлечь медную шайбу, которая кладется под форсунку и они решили при помощи сверла и дрели сдернуть ее с места. Сдернуть то они сдернули, однако во время подобной работы очень часто сверло срывается и молотит по стенкам колодца или диаметра. Ну кто работал руками, тот наверняка сталкивался с подобной ситуацией. Я имею ввиду не только в данном случае, но и во многих других. Большего объяснения у меня здесь нет. Может есть у кого-то иные какие-то мысли, делитесь. Вот в этом месте в шахте форсунки идет перепуск через резиновое кольцо форсунки. Ну а нам ничего не остается делать, как только исправить эту ситуацию, ну и конечно же будем втулить это место. В данном случае иного способа я не вижу. Для этого расточник координатно-расточного станка Виталий крепит ГБЦ на станке и делает промеры диаметра. Здесь не очень удобно работать, так как колодец очень глубокий, а диаметр не такие большие. Самый нижний диаметр, где у нас есть проблема, составляет 17 миллиметров плюс сотка. Следующий диаметр 19,46. Поэтому растачивать Виталий будет нижний диаметр до 19 миллиметров и будет, как говорится, нам счастье. Внов таки не очень удобно работать, когда практически ничего не видно. За несколько раз Виталий все же выводит посадочное место в размере. Далее накидывает простенький эскиз. Наружный диаметр дает с натягом, а внутренний оставляет таковым, каков он есть на самом деле. И передает токарю и также Виталию в работу. Токарь, в свою очередь, точит втулку по заданному эскизу. Делает он это очень быстро. Понятно, что здесь все очень просто. Остается втулку поставить на свое место. Для этого Виталий остужает ее в морозильнике, остужает ее и, естественно, оправка. Вход идет с маслом, оправка, молоток. Ну и втулка уже на своем месте. Немного погодя, Виталий готовит резец и делает фаску на поставленной гильде. Делает все как есть в оригинале, то есть на том же уровне и с тем же градусом. Ну и это вы уже видите результат работы. И, конечно, Виталий промерил полученный диаметр во втулку. Не сдавило ли его при запрессовке. Если сдавило, то придется протачивать до требуемого измера. Но нет, здесь все в порядке. И остается лишь сделать контрольную отрессовку, которую мы, конечно же, выполнили. Проблема была решена. Более никаких нюансов не выявлено. А значит, на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу. Ссылки на оказание помощи будут в описании под видео и без аварийных вам поездок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...